Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на вторую часть моей эпопеи, как я успел грестить в прошлый раз. Хождение по мукам, да? Я, для тех, кто не смотрел первую часть, я купил квартиру в Сочи и теперь оформляю ее в различных службах города. Давайте, наверное, для тех, кто не смотрел. Я уже побывал в Водоканале, там все у меня получилось. Был в управляющей компании, был в электросетях города. Там мне сказали приходить то ли 5-го, то ли 9-го числа. Я уже, честно говоря, сам забыл. Сегодня третье. Посмотрю видео, вспомню, я там, по-моему, говорю, да? Сегодня, куда мы поедем, это Сочи Горгаз и САХ, служба САХ. И у нас останутся потом только вот эти электросети. Кстати, прошлое видео получило очень большую поддержку, очень много лайков собрало. Поэтому, собственно говоря, друзья, я уже с хорошим настроением. Сегодня погода такая классная, не как в прошлый раз дождь. Вот опять со мной эта папочка. И направляемся мы, первое дело, в Сочи Горгаз. Едем сейчас на гору, это Лысая гора. Кстати, кто хотел увидеть, что такое Лысая гора, сейчас вы это увидите. Я не очень люблю этот район, я человек с равнины. Мне вот эти вот горы, серпантин внутри города вообще негде запарковаться. Машина вот так вот себе едет. Ну, не очень мне нравится. Жене нормально, она с Кабардино-Балкарии, с горы. Поэтому поехали, друзья, переходим от слов к делу. Первое, куда мы поедем, это Сочи Горгаз. Так, ну что, друзья, мы сейчас проехали кладбище, как вы могли видеть. Сейчас едем, проедем через микро-район Соболевку. С микро-района за вокзально это была самая ближняя дорога, самый короткий путь. Не самый лучший. Но, можете, в принципе, пронаблюдать вместе со мной, как выглядит у нас дорога. Хорошо, что перед нами такой большой грузовичок. Нам все уступает дорогу. Вот здесь справа у нас пошел съезд на Соболевку, улица Лизы Чайкиной. А мы сейчас продолжим свое движение прямо. Сюда берем правее. Ну, как вам, друзья, дорога? Напишите в комментариях. Нормально или какая-то жесть? Я привык, что у меня в городе просто все дороги такие под прямыми углами, знаете, параллельные улицы, когда они действительно параллельные. А здесь, конечно, местные привыкли здесь уже ездить. Я не знаю, я все-таки крадусь здесь с такой осторожностью. Там, смотрите, уже человеку приходится назад сдавать. Эй, дай пропусти нас-то по-братски. Так вот приходится здесь проезжать. Главное, чтобы нам навстречу никакой самосвал не попался. Видели, как люди паркуют машину возле дома? Вот что ожидает человека, который заедет на лысую городу. Но с этим придется мириться. Зато здесь цены низкие. Относительно Сочи, конечно. Так, пропускает нас таксист. Так, подъезжаем мы к зданию. Вот оно, кстати, оно у нас справа. И здесь начинается какая-то лютая жесть вообще. Теперь у нас еще проблема будет запарковаться где. Здравствуйте. Мне квартиру хотелось бы переоформить, читаю. Это куда мне? Это единое окошко. Можно документы? Да. Документы? Паспорт, да? Так, ну что, друзья, прошел час. За этот час один человек выбежал со словами Сочи-Гургаза, со словами, куда бы эмигрировать. Одна женщина очень громко кричала и одна бабушка заплакала. А я тем временем оформил, получается, договор переоформил на техобслуживание. И оказывается, еще нужно ехать на Чайковского 23-1, там оформлять на себя договор поставку газа. В общем, оказывается, газ этот в двух частях, еще не в одном месте, а в двух местах все это надо делать. Ну что, надеюсь, там не будет так все. Не будет такой накаленной атмосферы. Поехали на Чайковского. Ну что, приехали мы по второму адресу. Пойдемте посмотрим, как у них здесь все устроено. Надеюсь, там не будет настолько вот негативно, как вот по первому адресу я прям назад ехал, не знаю. Настроение все куда-то делось. Такое место, я не знаю, как они там работают. Ну, второй адрес мне больше нравится. Здесь прям ровненькое место. Смотрите, детская площадочка такая симпатичная. Вот это старая новостройка на Чайковского. А Сочи-Гургаз у нас находится между вот этими двумя, можно сказать, домами. Вот здесь живая очередь. Нету этой штуки, где брать талончики. И мне сказали, что очень все надолго. Еще и на обед все уходят. Фу, наконец-то я вышел с этого ужасного просто места. В общем, потратил я два с половиной часа. Час сидел в очереди. В общем, вышел, погулял уже туда-сюда. И час, наверное, заполнял. Там просто столько макулатуры. Там столько всего нужно заполнить. Такой бред. Я говорю, почему это все должен заполнять? Я не знаю, компьютер там, не знаю. Приходишь, одну подпись там в конце, две поставил. Все ручкой прописывал, все там переписывал. Это вообще жесть такая. Еще плюс сотрудник, она вроде нормальная. Там девушка молодая улыбается вроде. Но с нее клещами нужно вытягивать. Вот там свои такие формулировки. Я говорю, что сюда писать? Ну, могла бы как-то помочь. Я говорю, вы мне помогите, пожалуйста. Я чтобы все правильно написал. Потому что с одной стороны листок А4, там 50 просто граф в одной сделал ошибку. И все это переписывать заново. Там эта очередь сидит, все вот так над тобой стоят. Помочь даже не может. Я не знаю, вообще странное, конечно, место. Слава богу. Короче, все я оформил. Все прошло в два этапа, насколько вы помните. Первое, это мы подписывали на техническое обслуживание. И второе, что мы сейчас здесь сделали, это на подачу газа, насколько я помню. Надеюсь, я не ошибся. Вот. На следующей неделе мне сказали, можно прийти без очереди, забрать с паспортом готовый оригинал документа. То есть договора моего, насколько я понимаю. И все. И больше сюда не приходить. Горгаз, ребята, вообще. Жесть. С водоканалом, конечно, не сравнить, как я пришел туда. Там вообще пять минуточек. Просто все. Пук-пук-пук. На компьютере все сделало, забило. Ладно, поедем. Покушаем, наверное. И в САХ потом отправимся. Блин, а. Жестко, жестко. Ну ладно, мы не расстраиваемся. Ну что, друзья, я пообедал. Подъехал сейчас уже к САХ. Слава богу, он находится рядом с моим домом. Здесь опять же негде запарковаться. Пришлось вот так запарковаться возле дороги. Надеюсь, машину не эвакуируют. Ну, пойдемте в САХ. Надеюсь, там все пройдет все гладко. Как в водоканале. Вот мы подходим к зданию. Здесь, смотрите, такой монумент установили. Здесь все это дело находится после Грассандарского кольца. Куда у нас САХ. Ну что, пришли мы и поздоровались вот с дверью. Оказывается, кстати, может быть полезно будет. С понедельника по пятницу до 4 часов они работают. Перерыв с 12 до часа. Так что вот так вот наши приключения продолжаются. Редактор субтитров А.Семкин